Оборудование новых машин хорошо знакомо работникам скорой помощи. Дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородный редуктор, термосумка и остальное. Также есть носилки с электрическим подогревом для пациентов, у которых произошло либо оморожение. Новую технику медики давно ждали, поэтому смотрели еще до официальной церемонии передачи автомобилей. Эмоции, конечно, радостные. Любая новая техника всегда это радостно. Конечно, автомобили, когда по истяжению нескольких лет ломаются, приходит новый автопарк. Это существенно облегчает работу скорой медицинской помощи. По той простой причине больше машин работает в линии, больше бригад, меньше поломок, меньше, соответственно, недоразумений в течение рабочей смены. Средства на приобретение машин в размере почти 62 миллионов рублей выделены из бюджета региона. Поставка позволит на 50% обеспечить замену транспорта станции. С удовольствием именно вам вручаем ключи. Это 16 автомобилей. За последние два года мы 30 автомобилей поставили, фактически серьезно обновляем наш машинный парк. Валерий Лимаренко назвал это событие праздником. Наша задача – помогать людям, отметил глава региона. На территории Сахалинской области все автомобили, которые работают на линии, они соответствуют требованиям не старше пяти лет. То есть мы констатируем факт, что если выходит из строя какой-то автомобиль, у нас всегда есть возможность его поменять. Парк автомобилей насчитывает более 70 машин. Карет скорой помощи – это и отечественного, еще и импортного производства остались. Эти автомобили пришли по региональной программе. В ближайшее время в область поступит еще несколько машин скорой помощи по федеральной квоте. Норматив экстренного прибытия машин скорой помощи в городе составляет до 20 минут максимум. Теперь после получения новых современных машин можно рассчитывать, что будет больше сохранено жизни наших с вами земляков. Данил Пангстянов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ